Всем привет, мы лейбл Thousand Kisses Place и меня зовут Сергей. Юра. Нил. Игорь. Солоделец винила. Один из учредителей Киевской академии медиаэскурсии. Иду и от Хидден Элемент. С Нилом мы давно знакомы и он мне как-то обхаживал, тире закидывал удочку, типа чувак, надо сделать лейбл, давно еще. Но я думал, да блин, это ж так сложно и зачем? Мы вчетвером собрались и выслушали ребят из Хидден Элемент о том, что музыку, даже если крутую написать, она в принципе, ее мало кто услышит, если к этому не приложить усилий. В конце года, в декабре, сели вот тут в Камо и обсудили, что давайте делать. Вот мы делали, потому что мы все разные и вместе мы уверены, что у нас получится. Хотелось давно, но не хотелось просто делать Another One Digital Label. Учитывая, какая у нас есть команда, то есть Сережа и Камо, и весь арт, и видео составляющая, Юра со знаниями по дистрибьюции, по печати винила. У нас это музыка и понимание, какую мы хотим музыку, то есть только в команде это может быть интересно всем нам. Есть музыка других ребят, и мы просто ее хотим донести до тех людей, которым она может быть интересна. То есть каких-то скрытых или заумных мотивов, там, игр там в underground, этого у нас нет. Мы просто любим музыку, и мы ее вам можем дать послушать, а вы можете решить, она вам нравится или нет. Наш фейбл – это гармония между артистом и командой, которая будет с ним работать. Самое главное, чтобы музыку артиста услышали. Игорь отвечает за продакшн, за звучание, за качество, за саунд. Вот, Нил отвечает за селекшн. Кто это может быть, да, кто интересен, на кого надо обратить внимание. Сережа Волк отвечает за все то, как другие видят наших артистов в нашу музыку. Нам везет, что с нами есть Юра, который делает самую скучную работу с точки зрения дистрибьюции, логистики, физических носителей и так далее. И я понимаю, что нужно делать не лейбл, а бренд. Я понимал, если мы появимся просто очередным лейблом, мы никому не будем интересны. Визуальная часть, как составляющая бренда, я сразу выносил лично для себя, как бы во главу. Я опираюсь на ресурсы КАМА, на свои контакты, на наших преподавателей, которые знают, как я люблю говорить в КАМА, что говно, что супер. Мы придумали концерт, что у нас никогда не будет проблем с согласованием визуала релиза артиста, если он будет на обложке. Единственное, чтобы это не было скучно, мы придумали, что вот эти портреты будут делать разные художники. Это может быть фотограф, это может быть чувак, который маслом рисует, да, или делает какие-то скульптуры. Это вот сейчас мы пробуем вообще с архитектором сделать обложку. Наша задача просто вот через вот такую упаковку, через такой набор действий по маркетингу, по промо. Мы просто хотим донести знания о себе, что вот мы есть. 1000 Kisses Place это в принципе о любви. О любви к музыке, о любви к людям, о любви даже к нашей планете. Нам, как музыкантам, нужен свой лейбл, чтобы издавать свою музыку. И по мере поступления какой-то музыки извне, понимать, что с нами идёт по пути, что не идёт по пути. То есть, грубо говоря, формировать постепенно свою собственную команду артистов, которым нужен лейбл. Нужны единомышленники, с которыми они могут обсудить какие-то проблемы продакшена, проблемы продвижения. Семейные. Семейные проблемы в том числе. Да, то есть, ну, лейбл это как фэмили. Мы уже наигрались в музыку для музыкантов. Вот. Мы делаем музыку для людей. И на самом деле, вот когда мы перестали смотреть, условно говоря, даже думать, что скажут другие музыканты, а делать продукт для людей, да, даже если в какой-то момент нас назовут попсовым лейблом, я перекрещусь и скажу спасибо. Вот. Потому что как бы андеграунд всегда будет в рваных штанах и говорит, что это не true. Мы найдём себе офис, как мы планировали, где мы будем делать там свои шоукейсы, вечеринки. Мы ещё планируем там проводить мастер-классы с местными ребятами и привозными для того, чтобы подтягивать и локальных продюсеров, которые уже что-то пробовали, и вообще нулевых ребят. Лейбл для меня сейчас, и думаю, это дальше, это будет ещё одна возможность заниматься чем-то любимым. Я оботрусь от всех наших музыкантов, да, в какой-то момент, не знаю, что-то себе придумаю и, может, стану ещё и музыкантом. То есть для меня это вот начало пути с тысячей возможностей и направлений его развития. И наше напутствие очень простое. Шлейте свои демки нам на адрес demasobaka.sousandkissesplace.com Будьте более переборчивы в музыке. Да, и в демках, чтобы пять символов не играло вместе. Да, это важно. И не верьте в хайп. Ура. Таран-таран-таран.